Да, друзья, мы продолжаем. Сейчас состоится обсуждение о Исмаиле. Слышно нас? Видно? Все хорошо? Да, а вы... Исмаил, а скажи что-нибудь? Ну, чтобы мы... Всем здравствуйте. Ага, отлично, слышно. Так, ну да, у нас сейчас обсуждение пьесы Исмаила «Beak in Japan». Вообще, в программе «Любимовки» это вот еще один текст, который позволяет нам рассмотреть то, что происходит в бывших советских республиках в подробностях. То есть подышать местным воздухом, заглянуть в местные квартиры. Ну вот если вот пьеса «Паспорт» казахстанского автора наполнена такой вот очень оптимистической авторской интонацией, то пьеса «Beak in Japan» Исмаила, мне кажется, в ней вот есть какая-то вот очень такая вот горечь, горькая ирония. И вот здесь интересно как раз поизучать природу этой горечи. Ну, на мой взгляд, да, если так вот обобщать и упрощать, то это какое-то вот такое вот глубокое противоречие между национальными устоями, системой правил, кодексом морали, который силен в патриархальных сообществах, вот такого восточного толка, то, что в Казахстане называют уяд, и стремлением к свободе, к тому, чтобы вести какое-то прогрессивное существование, чтобы жить, не оглядываясь на то, что скажут соседи, родственники. Вот, и мне кажется, вот от этого возникает какая-то горечь. И тут, причем здесь нет бунта, да, как такового, а какое-то возникает вот тихое внутреннее отчаяние, да, когда ты выход там либо уехать, либо сдохнуть от передоза. Вот, давайте вот обсудим и тему… Да, Евгений Казачков. Раз, раз, раз. Станислав. Кто такой Станислав? А, привет. Да, куда я, вот сюда говорю? Очень мне понравилась эта пьеса, и очень я рад, что у нас, наконец, действительно, в том числе из Азербайджана звучат пьесы на Любимовке. Но у меня есть ряд прямо мощных вопросов и комментариев, которые относятся не столько к содержанию пьесы, сколько к контексту. Дело в том, что… Сейчас я поясню, почему меня волнует этот контекст. У меня вся семья из Баку. Они уехали в 75-м году, последний раз нам были в 80-м году. Пять лет назад я впервые побывал в Баку с отцом, и отец мой говорил, что сейчас меня разорет от ностальгии и так далее. Но он пришел туда и говорит, а, это вообще какой-то европейский город, я чувствую себя здесь просто туристом, крепость вся просто вылезана. Раньше я убегал отсюда от хулиганов ночью, а теперь мы гуляем, как в каком-то европейском городе, купили мороженое. Но при этом на улицах речь звучит русская, с очень характерным акцентом, в которую я сейчас, боюсь, тоже впаду. С детства все вот это. И при этом люди бесшовно переходят на азербайджанский и обратно. И мне первый вопрос, который волнует, написана ли эта пьеса изначально по-русски, и это русскоязычные люди, или же она написана, предполагая, что они говорят по-азербайджански, или переходят туда и обратно. Это мой первый вопрос большой. Второй вопрос. Когда я спрашивал все время у родителей, почему они уехали, папа мне всегда говорил, понимаешь, ну, это менталитет. И как бы глубоко разобрать он этого не мог. Единственное, что они ссылались на книгу, я думаю, она знакома вам, Магомед Мамед Мамиш, который, знаете этот роман, который вот был таким высказыванием еще в советское время, как бы изнутри критикующим, как бы этот специфический менталитет. Но мы были, значит, в 2015 году, прекрасно, как будто туристический, европейский вылезанный город. Все люди говорят, куда вам помочь, куда вы хотите идти. Папа мой удивлялся, говорит, никогда в жизни такого не было, чтобы люди на улице тебя спрашивали, не помочь ли тебе здесь. Ну, он как бы был удивлен. Но мы сидим в кафе, и какое-то кафе очень пижонское, там, говорит, вот, вы знаете, Мерси Баку называется кафе. У нас типа азербайджанская кухня с французским акцентом, все дела, какие-то пижонские вещи. И официантка, они начинают говорить с папой, она говорит, вот я хочу тоже отсюда уезжать, надо бежать. Я говорю, почему? Она говорит, менталитет. И как бы вот это слово, которое папа говорит, вот, вот. Я говорю, ну что, объясните мне. Они говорят, ну как бы, ну сложно, объяснить, ладно. И я чувствую, что в этой пьесе звучит этот момент, когда они говорят, ну надо ехать, ну что. Но при этом я понимаю, что, наверное, это мой второй большой вопрос, наверное, предполагается, что это рассчитано на аудиторию, которая и так понимает о каком менталитете и о каком вот, ну, о какой атмосфере и о каком-то внутреннем конфликте идет речь. Но я не очень, я как бы отголоски этого знаю, слышу, но я не могу понять, ну как бы, есть ли это в самой пьесе. Потому что кажется, что этот, как бы, контекст пьесу сгущает и накрывает, но он не в самой ней. Предполагается, что мы и так понимаем, о чем идет речь. Но вот у меня тоже вопрос к аудитории, а вы понимаете, о чем речь? Потому что кажется, что это как бы так, если посмотреть, ну типа, да про какую-то московскую историю, какие-то там люди, у них с родителями проблемы, этот баристый, этот хипстер, этот бездельник. Тут, ну как бы, проглядели родители детей. Но насколько важен для вас тоже, как для автора, вот этот контекст, и насколько он, как бы, проявляется. Вот вопрос, в общем, языка и вопрос контекста, и вот понимание этого, вот почему здесь, как бы, хорошо, но дискомфортно при этом. Спасибо, Жень. Исмаил, можешь ответить сейчас, можешь в конце, как удобнее. На вопрос. Могу и сейчас. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить актеров, артистов, режиссера, ну и вообще всю Любимовку, потому что, всех ридеров и арт-директов, потому что благодаря вам все-таки Япония существует. Что касается пьесы, то она была написана на русском языке, и, в принципе, когда я писал, я, наверное, представлял, что эти люди говорят на русском, но вот сейчас мы готовим перевод на азербайджанский этой пьесы, и мне вот тоже интересно, как это будет звучать, потому что, в принципе, все эти тревоги, которые есть у героев, они есть у русскоязычной публики и азербайджаноязычной, то есть это все такое общее, скажем так. Что касается менталитета, о котором говорил Евгений, я бы не сказал, что это исключительно проблема менталитета, естественно, он есть, и это такое заезженное слово, которое часто используют, которое я просто терпеть не могу. В целом это такое настроение, которое, настроение отъезда, которое я постоянно слышу вокруг, причем слышу у здоровых молодых людей, которые могли бы чего-то делать, но при этом это желание постоянно возникает, причем возникает оно, когда и доллар по хорошему курсу, и когда доллар по нехорошему курсу. То есть в любое время, когда даже все хорошо, или когда есть какие-то экономические или прочие проблемы, всегда есть это желание. И оно мне, если честно, не нравится категорически, и вот этот побег в условную Японию, наверное, я хотел бы, чтобы эта Япония была у нас за нашими окнами, у вас за окнами, у меня как-то так. Кому еще понятен, непонятен контекст, кто готов высказаться? Да, Екатерина Августиняк, драматорг. Мне вот как раз понравилось, что есть такая универсальная ситуация, мне кажется, в принципе, мировая, да, для, что в любой точке мира найдется проблема, ну, почему хочется уехать, да, и эти проблемы, вот эти конфликтные ситуации, они внутри, внутри семьи, внутри дружеской обстановки, вот этого сопротивления и поколений, и, ну, как бы вообще очень плотная, мне показалось хоть и небольшой, но очень плотный текст, что у них там конфликт еще вот этот вот внутренний, между вот ребятами, да, вот этой компанией друзей, еще между родителями, и он универсальный для вообще такого мирового, ну, в принципе, в любой точке хочется уехать куда-то еще в какую-то несуществующую место, но есть у героев вот это понимание, этот анализ, что ты на самом деле никуда не сбежишь, и даже уже и наркотический трип тебя тоже не спасет, и, в общем, интересно, что вот они, это все происходит во время похорон, говорят о девушке, которая вроде как сбежала куда-то, но этот побег, когда вот становится страшно, что, ну, может быть, это такой тоже выход, потому что мы здесь как-то замкнуты, да, ну, вот куда же вырваться еще, ну, вот есть ли для нас что-то другое, да, именно вот мне кажется, это так вот интересно сделано. С одной стороны, ну, как бы много возникает ассоциаций, ну, мы такие вот фильмы, я сейчас вот не назову конкретно, у меня как-то так мельтешит какой-то спектр таких вот историй, фильмов и так далее там, но, тем не менее, в ней все равно есть какой-то свежий, ну, взгляд, такой какой-то, вроде бы и узнавание, да, но вроде бы и, и, как бы, какая-то сегодняшняя история. Вот, спасибо. Спасибо. Полина Бородина, арт-директор, драматург. Я немножко хотела бы сказать про структуру этого текста. Он страшно просто и традиционно устроен, при этом это ему не мешает, а украшает его, и мне нравится, как, ну, мы все знаем пьесы, в которых использован вот этот прием, когда обычное драматическое действие, которое разворачивается в сценах и диалогах, чрездуется с какими-то монологами, более литературными, потому что, например, это письма, или это дневники, или это какой-то немножко другого регистра текст, и в данном случае это подкаст, и это страшно обаятельно и страшно органично, потому что, во-первых, это показывает, как бы, да, контраст вот этого мира, в котором живет главный герой своего подкаста, и мира, который существует вокруг, этого мира универсального, и мира очень локального, что мне очень нравится, и при этом действительно это другой текст на уровне языка, в нем Мика какой-то очень смешной, с какими-то своими представлениями об этой жизни, какими-то надеждами, он старается понравиться, и то, как вы это сделали, вам удалось это передать. И, наверное, у меня единственная критическая ремарка, это даже не критика, это, знаете, такая прям критика на кончике ножа. Так как я видела текст, читала текст, а не только слушала его в читке, я обратила внимание, что у вас огромное количество ремарок, в которых вы как бы указываете на то, как их нужно произносить, и как их произносят актеры, то есть смущенно, серьезно, но с долей иронии. И мне кажется, что эти ремарки лишние, потому что на самом деле вы отлично передаете все эмоции в самих диалогах, и они, знаете, выглядят такой приметой какого-то старого театра. Мне кажется, что вы легко от многих из них откажетесь, и это совершенно не повредит тексту. Вот, спасибо. Спасибо. Я согласен с вами. И, кстати, про подкасты у Полины Бородиной тоже есть свой подкаст. Он называется «Стоп-слово. Минутка рекламы». Да, минутка. Так, Полина Пхор, да, хотела высказаться? Арт-директор. Да, я только о двух вещах хотела сказать. Первый то, что мне кажется, это очень круто, что появляется какой-то новый тип конфликта о том, что мне кажется, что даже не менталитет как бы не готов как-то меняться, а то, что вот это люди, которые уже поменялись, и они уже живут по абсолютно как бы каким-то современным, глобальным представлениям о мире, но при этом как будто бы само место не дает им состояться, и как бы у них есть возможность уехать, но при этом они не хотят этого делать. Мне кажется, в этом отношении эта пьеса и пересекается, например, с пьесой Светы Петричу, где тоже как бы вот вроде бы эти люди готовы уже стать как бы новыми людьми, они готовы как бы установить какой-то новый закон, но само место как бы не дает им это сделать, они не готовы его покидать. И может быть, здесь и этот как бы дядюшка, которого в конце пинают ногами, он отображает какую-то тоже вот эту историю, которая как бы этому противостоит, и, грубо говоря, какая-то новая энергия, она выражает агрессию в отношении старой, и параллельно, мне кажется, очень интересно, что ну, тоже вот это как бы бег времени, истории, и как бы какой-то, не знаю, трагедия самой ситуации, в том, что параллельно герои находятся в состоянии, как бы, они на поминках, подруги, которая умерла от передозы, и при этом как бы постоянно напряжение возрастает от того, что они ждут дилера, который должен как бы привести как будто бы следующую дозу, то есть там про то, как главная героиня там постоянно спрашивает о том, где же, когда же он приедет, я уже не могу, и становится как бы все нервознее, мы понимаем, что оно как бы пока не прекращается, как бы вот мы видим как бы плоды негативные, все равно находимся в состоянии, ну, как бы в зависимости от этого. Вот, спасибо. Спасибо. Кто еще? Сейчас в чате писали еще и пропитие из Ватаков. Вчера там тоже было, там в Москву было, но не суть, но все равно желание постоянно куда-то свалить. Из Ватаков в Москву, из Отруба в Африку, из Азербайджана в Германию. Юра Шахватов, арт-директор, да. Да, 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 это я просто чат озвучил. Так, друзья, кто еще готов высказаться, задать вопрос? Вот, да, пожалуйста. Соня, драматург. Я хотела поблагодарить за пьесу, она мне показалась очень живой. Нас бросают в такое, ну, в супер обостренную ситуацию, похороны молодой девушке, там ей 20 или 22 года, что-то в этом роде. И вот есть старшее поколение, есть младшее поколение, и у них есть своя жизнь какая-то, несмотря на то, что вот они в таком очень-очень остром событии, и это, мне кажется, очень мощно движет просто действие, само исходное вот это обстоятельство. У меня есть один технический вопрос, меня это мучило всю пьесу. Я в какой-то момент, у меня был опыт работы с подкастами, он был очень-очень маленький, может быть, в этом дело, но представить себе ситуацию, когда человек входит в комнату, в которой какие-то люди играют на телефоне, едят, передаются горе, в общем, что-то делают, включить телефон и начать записывать подкаст в комнате неизолированной, не звукоизолированной, где есть какие-то в общем другие люди, меня это так сильно выбивало, то есть это абсолютно техническая фигня, но почему-то меня очень сильно смущал вот этот момент, что герой не технически не подготавливает свое пространство для того, чтобы записывать подкаст. Вот. Интересно. Так, Юля, да, Савяковская. Спасибо большое за читку. Вы знаете, я по своей второй профессии антрополог и занималась миграцией как раз. У меня инцертация о людях, которые переехали в Англию и как изменилась их идентичность от постсоветской, вот какую-то новую, космополитической. Вот мне кажется, что здесь интересная тема, социологическое, воображение о переезде, потому что вот, когда я смотрела разную литературу, там всегда говорится, что для миграции всегда нужно воображение, представление о том себе, каким ты станешь в другом мире, куда ты переедешь. И мне нравится здесь, что эти ребята молодые, они не какие-то как бы залипшие в каком-то сатирическом изображении, ну допустим, провинции. Мы уже видели тут такие пьесы, которые говорят каким-то странным, чуть ли не сказочным языком. они абсолютно современные, появляются фразы из урбанистического сленга, что даже вот в чате нам объяснили, что такое Big in Japan, Fat Shaming появился термин. То есть это ребята, живущие в Баку, но связанные потихоньку, как бы какими-то слоями с тем, что происходит с современной молодежью и миром везде. И именно поэтому они становятся не своими, ненужными там, где они находятся и может быть действительно им бы было хорошо быть в Германии. Мне кажется, что пьеса именно об этом, о разрыве тебя, каким ты хочешь быть и тем, что получается, чтобы не стать таким дядей-чином, что им уже видится, что это тоже возможность. И получается, что пьеса хороша тем, что показывают как они как витязи на распутье и что может быть и так, но к сожалению может быть и никак. Этим мне понравилось. Я для себя подумала, что хорошо бы вообще, чтобы срез социологический в пьесах был бы более современный, чтобы мы даже тянулись за авторами, узнавали новое о современности зарубежной и русской. Допустим, для сравнения они погружались в какие-то фантастические провинциальные отрязги. Я подумала, что мне интересно знать о молодежи будущего больше, чем о чем-то таком сказочно-русском и нереальном. Спасибо. Кто еще готов? Юра Шихлатов. Это не я, это наш чат. Да, еще. Мы просят к Исмаилу вопрос. Смотрели ли вы в 90-х Twin Peaks? Любите ли его? Видите ли сами параллель с гибелью Лоры Палмер? Если что, меня как зрителя это очень круто в этом тексте. Это пометка. А кто не любит? Да, Исмаил. И DreamX я, конечно, смотрел в 93-м, наверное. Но каких-то связок для себя я не держал. Только что потеряли одного поклонника или нет? Ну, вообще, мне кажется, там есть в тексте такая интонация, напоминающая как раз кино 90-х годов, зарубежное, американское. И очень она такая обаятельная, на мой взгляд. Возможно, это такой подсознательный референс. может. А вот да, сейчас мы передадим слово актерам. Или это про Twin Peaks? Тогда нет. Оля Рафаева, да. Команда любимовки. У меня есть дополнение, вот сейчас прозвучал момент про интонацию и про Юлию Савяковской, про исследование. Про интонацию у меня, честно говоря, очень четко была ассоциация именно по интонации с Арханом Памуком и с учетом того, что Турция и Азербайджан довольно близки, ну как бы интересный момент. А по поводу или Жени, не помню, кто сказал, что все всегда хотят уехать, это в человеческой природе. Это почти всегда так, но чуть-чуть не согласна, потому что последние лет пять я очень часто задаю вопрос людям, хотят ли они уехать из разных стран. Ну, про Россию мне более-менее понятно, а с другими странами понятно чуть меньше. И действительно в 90% случаев мне отвечают, что да, конечно, у всех разные, кто-то мечтает об Америке, кто-то жить в тепле типа Бали и прочее, кто-то о Европе. И две страны, в которых я пока, ну если понятное дело не делаю выборку огромную, но Дания, например, Голландия, это те страны, где люди говорят не-не-не, путешествовать, да, уезжать нет. К чему я клоню? К тому, что все-таки когда мы говорим, что большая часть людей хочет уехать, равно это люди из определенных стран с определенным культурным бэкграундом, историческим скорее, и определенной экономической, наверное, ситуации и прочим. То есть нельзя все-таки сводить это к свойству человека куда-то бежать. Такое свойство есть, но оно не равно для разных стран. Все. спасибо. Кто еще? Да. Выходи. Спасибо большое. Спасибо большое за пьесу, драматургу, я сразу скажу. Она нам... Туда, туда надо говорить, да. Она нам очень нравится. Спасибо Артему, да, что с нами поработал. Вот. У меня такой вопрос, чисто актерский. Мне интересна судьба Ахмета, вот, и связан ли он как-то с Тамилой? Исмаил? Я думаю, Ахмед просто где-то потерялся и не доехал. А вот эти наркотики, которые Занила воруют в больничке, она как-то, она каким-то образом связана с Ахмедом? С наркотрафиком азербайджанским? Нет, я думаю, нет, это параллельная история. Жалко. Спасибо. Жалко. Так, у кого-нибудь еще есть вопросы, комментарии, впечатления, мнения? Вот, кстати, еще хотел такую мысль сказать по поводу названий, что, мне кажется, одна из задач автора обычно это подобрать осознанно или неосознанно какую-то общую метафору для текста. И мне кажется, в этом тексте вот это есть, да, вот это Big in Japan, собственно, вот про группы, которые неизвестны у себя на родине, но известны где-то в другой стране. И это как раз передает вот это существование, характер существования вот этих молодых людей, да, то есть они никто, собственно, у себя на родине и кем-то стать им очень сложно и единственная их возможность получить вот эту порцию славы, свободы, это, собственно, переехать куда-то. Не знаю, так ли это Исмаил, но я так это считал. Все так и есть, да. Так, друзья. Можно я туда приеду? Да, ну, давай. Антон Бутаков, режиссер. Здравствуйте, здравствуйте. Я хотел сказать по поводу, прямо вот сидел и думал насчет замечаний, к сожалению, забыл уже, кто говорил, по поводу Полины, привет. Мы удалили твою пьесу ученическую. Вот, но если надо, кому я могу переслать. Так вот, по поводу про подкаст, да, что записывали, кто говорил, извините, да, я просто об этом действительно задумался, что, ну, вот, в силу того, что тут я ставлю иногда спектакль, я просто подумал, как бы это можно действительно было оправдать, ну, вот, чисто для актера, да, почему он записывает подкасты при всех, и вот просто лжас сейчас говорил, и мне прям пришла мысль, что действительно это такая попытка, ну, вырваться, да, вот эта вся история про Peak Japan, кстати, это группа, мне в Гуанейпсу перепевка все время звучала, может, помните, такая тяжеленькая, и действительно, может, это прям на зло, это как бы он делает, да, вот, это же возможно, конечно, подкаст не записать, и там при маме на кухне, да, там пельмешки варятся, и ты записываешь какую-то важную историю, а на деле, может быть, он таким образом доносит, что героиня же говорит, что там тебя пять человек слушает, но ему важны вот именно вот эти вот пять человек, возможно, мне так показалось, и я бы, наверное, на это как-то вот сделал какой-то усиленное внимание, что он больше рассказывает не кому-то в интернете, а вот там же прям как-то так, я не знаю, закладывали ли это автор, потому что пять человек, и вот нет одного, к сожалению, артиста, да, ушел, и пять героев, может быть, какая-то такая история, то есть не важно, не важно технические условия, а важно, как бы, как он это делает, вот эта подача, как некие такие монологи, которые должны услышать все, все, а так на самом деле, я вот только самолеты, меня рубит, но я с большим удовольствием, интересом следил, действительно, за сюжетом, и вот хорошо Полина сказала, хотя вы просто не читали ее ученическую пьесу, вообще бы с ней не разговаривали, поскольку, вот, да, ну, можете мне написать, я вам перешлю, так вот, хорошо сказала именно про структуру, что действительно, такая, ну, понятная, и, наверное, очень приятная структура, но в которой кроются какие-то, очень, такие точные, важные детали, вот, я бы очень хотел ее почитать именно визуально, потому что, насколько я понял, поговорили про ремарки, и там, ну, не все, да, были указаны, или что-то, черкали? Да, ну, просто сказали это, вот, я бы на самом деле хотел ее увидеть, и там, на сайте, мы пришлем, да, будет спасибо, мне тут уже, мне тут уже присылают, Полина, пожалуйста, не присылай больше ничего, вот, ну, 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 что делать, ты тут крутая, а мы тут приехали из Екатеринбурга, чтобы знали, чтобы знали, кто ты там, да, нет, на самом деле, Полина очень, отдельно, я уже ухожу, вот, на самом деле, спасибо большое, актерам было очень круто, я впервые на Любимовке, как-то не странно, был все время, да, вот так вот судьба сложилась, вот, и пьеса действительно очень крутая, и Алиса Кравцова, это моя девушка, и лучшая актриса в мире, без обид, девчонки, вот, она просто, наполовину азербайджанка, я ей сейчас пишу, Алиса, есть еще один талантливый азербайджанец, так что, привет, Баку, спасибо всем большое, спасибо, спасибо, так, ну, если нет больше каких-либо мнений, комментариев, вопросов, к автору, тогда, ну, давайте передадим слово режиссеру, сначала, да, и затем уже Исмаил выскажется. А что я должен сказать? Да, все, все, что думаешь, на данный момент, ну, относящийся к тексту, к читке. Ну, когда я прочитал пьесу, у меня сначала были какие-то одни впечатления, потом, когда я услышал пьесу, в прочтении ребят, у меня были другие впечатления, позавчера это были третьи, сейчас еще одни какие-то, я каждый раз по-другому слышу этот текст, и все больше и больше, вибрировать начинаю, да, простите, но про колорит, вот я бы хотел сказать, почему-то мне кажется, что как будто он, ну, вот, колорит ради колорита может быть, и как будто невольно я сразу могу наткнуться на такую мысль, что если я не белорус, то меня это не касается. Непонятно, наверное, говорю? Супер. Вот. Потому что, да не знаю, ситуация, на мой взгляд, самая острая, как раз таки, и у молодых, и у взрослых, которые друг к другу как будто тянутся, и вот где-то в этой точке начинают сходиться, не знаю, и, наверное, это самое, ну, клевое, крутое, классное, классное. Вот. Понятно. Реплику. Так, Юр, тебе придется подняться. Стас хочет сказать. Да, нет. Ну, все, последнюю, да, реплику. Я вас вспомнил, вот про колорит, кстати, вот, ну, вроде азербайджанский, да, такой яркий, а на самом деле-то, ну, кто-то же сказал, опять же, извините, забыл, то, что пьеса могла произойти где угодно, в Москве, в Екатеринбурге, я вспомнил пьесу, я, к сожалению, не знаю, она любимая была, остаться нельзя уехать, украинского автора, да, была же, да, просто мы на Ремарке читали, ты помнишь, вот, и там вот, очень этот был яркий колорит, то есть, наверное, скажем так, в Екатеринбурге, это не так было понятно, и не так остро, а здесь, ну, такая ситуация, очень, очень же, стандартная, все хотят уехать, вот, не знаю, у меня сейчас знакомый парень, он хочет вот в этот город, в котором мы сейчас находимся, в Москву уехать, я вот не понимаю его, как Полину не понимаю, вот, то есть, эта ситуация даже действительно, ну, и очень местечковая, может быть, поэтому, вот, и вот, кстати, я понял, что колорита-то азербайджанского не было, ну, это не то, что, эй, что ты говоришь, я не знаю, я не был в Баку, к сожалению, но, вот, я просто говорю, что мы проговорили про, колорит, так что, мне кажется, блин, история такая, очень, очень обо всем, в общем, еще раз всем спасибо. Спасибо. Артем, все, да, или еще что-то? Это было очень постколониально, конечно, но ничего. Мне просто кажется, что не только про какой-то отъезд и покидание места, а про выход в целом, ну, то есть, все люди пытаются куда-то выйти, мы постоянно пытаемся найти этот выход, каждый день мы с ним сталкиваемся, каждый раз сталкиваемся с выбором, пытаемся куда-то выйти, в какую-то, выбрать верную дверь, и, собственно, прорваться через нее. Не важно, сколько тебе лет и на каком этапе жизни ты, в принципе, сейчас находишься, какие обстоятельства тебя сейчас окружают. Всегда жопа, всегда все плохо, поэтому, как бы, мне кажется, она не только про отъезд, а вообще про вот такой глобальный, какой-то философский вопрос, про выход в целом. вот, вот, Исмаил. Финальное слово. Я добавлю, наверное, вот к словам Артема, о том, что это какой-то выход, и, да, это такой постоянный поиск, и постоянный какой-то побег от самого себя, и, ну, и скорее это про такое равнодушие и отчуждение каких-то своих вот людей, этих родных и близких людей, которые на самом деле, вот, каждый занят какой-то своей суетой и каким-то своим выживанием. Вот, может, как-то так. Так. Похлопаем автору. У нас сейчас, да, перерыв, и, да, Юра что-то хочет сказать. Хотел не сказать об этом, а что-то мне это так, ну, при Исмаиле, наверное, хотелось бы сказать. Очень важно, да, простите, очень важно для, вот, чтобы Исмаил видел, это реплика, в ответ Антону про колориты, про, там, акценты, эй, там, и прочее. Ну, я сейчас просто параллельно работаю с пьесой про коренных жителей Америки, Антон знает об этом, вот, и мы созванили с автором, и мне как-то кажется, ну, это вопрос даже не только пресловутой постклониальности, а вообще очень важно, меня всегда интересовал вопрос, почему вот считают, там, вот, там, не знаю, евреи вот такие, вот, казахи вот такие, вот они все, ну, типа, не знаю, это как-то не туда, ну, то есть, там и не нужно в этой пьесе какой-то особый азербайджанский колорит, да, ну, в смысле, везде, и просто мы когда созванивались с этой американской драматургом, она просила очень, говорит, ну, не нужно в пьесе делать, типа, перья индейцев, или там, типа, намазывать там как-то, говорит, это обычный человек выходит в Zoom, это Zoom пьеса, обычный человек, говорит, визуально не должно быть никак понятно, говорит, что я, что это коренной житель Америки, вот, ну, и, в общем, ну, что-то я захотел об этом сказать, просто, чтобы это услышал Исмаил, потому что для меня как раз было привлекательно, ну, что это просто, вот вообще, эта пьеса, да, она, я не видел там вообще ничего азербайджанского, это проблема, просто, вот, есть особенность, что, ну, страны, как таковой, в смысле просто, что это там свои, про то, что ты говорил, более ярко выражено, когда ты не можешь вырваться, это в Японии, кстати, тоже так же, когда люди, да, уходят и делают себе, если не Харатири, то уходят, то просто, ну, исчезают, эти исчезнувшие люди, в Японии, когда они просто не могут перед, ну, как бы, жить дальше в обществе, если они, допустим, уволились с работы или там развелись, но для них это такой позор, который невозможно смыть, это да, но какого-то вот типа южного колорита нет, нет, я все-таки думаю, это очень здорово, что его нет, спасибо. Спасибо, Юр. Спасибо, Исмаил, большое за пьесу.